Добрый день, глубоко уважаемые коллеги! Я очень рада присутствовать сегодня здесь, в Санкт-Петербурге. Я благодарна организаторам и компании НИПС за то, что дали мне возможность снова выступать перед такой чудесной аудиторией. И сегодня мы с вами поговорим про очень интересную часть нашей жизни, про пациентов с аллергическими заболеваниями. Алёна Леонидовна вообще за меня пол работы уже делала. Она рассказала про клинические рекомендации. Она дала мне дорогу про анефилактический шок рассказывать долго и интересно. Я, может быть, буду немножко ускоряться, потому что я, честно, не влезаю в формат 30 минут, чтобы рассказать всё, что я знаю про аллергические заболевания, но я буду очень сильно стараться. Я думаю, что с определением аллергии мы все более-менее знакомы, что, в общем-то, нас пугает в этой, во всей истории. То, что это достаточно неизвестно, достаточно непонятно, а всё, что неизвестно и непонятно, нас пугает. Пугает нас ещё то, что... меняется, пугало. Давайте так. Когда мы проводили социологический опрос в 2017 году, врачи-стоматологи с разным стажем выдали нам картину того, что пациенты с аллергией к местным анестетикам достаточно часто встречаются на стоматологическом приёме. К счастью, эта статистика не подтверждается ни мировыми, ни отечественными, ни нашими собственными исследованиями. Вообще, на самом деле, я очень благодарна моим учителям, я благодарна моему научному руководителю Аните Моевой Евгении Николаевне, я благодарна заведующему нашей кафедры Соловану Абрамовичу Рабиновичу за то, что они в своё время поверили в меня и дали мне возможность погружиться в этот удивительный мир иммунологии. У меня сначала был восторг, потом был ужас, потом было принятие. Я прошла через все стадии, в том числе и отрицание своей диссертационной работы. Но, в общем и целом, сегодня я постараюсь вам дать более-менее чёткие рекомендации и руководство к действию, как вести себя на клиническом приёме. Вообще, на самом деле, по исследованиям 2013 года, половина стоматологов сталкиваются с какими-то нежелательными проявлениями, осложнениями местного обезболивания на стоматологическом приёме. В 2017 году было проведено исследование, которое говорит о том, что превалируют среди таких осложнений, ну кто бы сомневался, психогенные реакции. Следующими идут токсические реакции, после этого аллергия, ну и всё остальное. На самом деле, с точки зрения специалистов, стоматологическое лечение пациентов с... распространённость пациентов с аллергическими заболеваниями. На самом деле, исследования доказывают, что у нас в городах с высокоразвитой промышленностью от 40 до 60% населения страдает одним или несколькими аллергическими заболеваниями. Что касается распространённости аллергических реакций к местным анестетикам, дебаты шли долго, упорно. Но, в общем и целом, большинство специалистов сводится к тому, что аллергические реакции на местные анестетики встречаются крайне-крайне редко. Из того, что мы используем с вами на стоматологическом приёме. Я думаю, что из сложных эфиров у нас, в общем-то, с вами один бензокраин, который мы, как вкусное варенье, мажем всем перед проведением какой-либо инъекционной анестезии, а из уже непосредственно анестетиков выбора не так много. У нас с вами есть артикаин с различной концентрацией вазоконстриктора и мепилокаин. Я очень сильно надеюсь на то, что уже давно никто в своей практике не встречается с ампулированным лидокаином и разведением на глазок вазоконстриктора. Если здесь есть присутствующий, я искренне от всей души вам желаю, наконец, расстаться с этой историей, потому что она влечёт за собой много негативных последствий. Нежелательные эффекты. Значит, по классификации ВОЗ нежелательные эффекты на лекарственные средства делятся на прогнозируемые и непрогнозируемые. Вот та самая аллергия, она относится к непрогнозируемым осложнениям. Местное обезболивание, в частности, мы про местные осложнения сегодня говорить не будем в рамках нашего сегодняшнего формата, мы говорим про общие, а то местного обезболивания. Общие осложнения могут быть такие, как токсическая реакция, со стороны сердечно-сосудистой системы у нас это либо повышение, либо понижение артериального давления, со стороны иммунной системы аллергические реакции, со стороны нервной системы те самые психогенные, и в том числе наш местный аностритик может провоцировать обострение тех или иных хронических заболеваний, которые уже есть у наших пациентов. Вот среди вот этого многообразия нам надо активно проводить дифференциальную диагностику того, что все-таки происходит конкретно у нас сейчас в кресле с пациентом. Мне тоже всем знакомая классификация аллергических реакций. Добавилась к ней только пятый тип рецепторно-опосредованной так называемой аутоаллергии. Из того, что интересует нас на клиническом приеме это гиперчувствительность немедленного и замедленного типа. Если мы говорим про гиперчувствительность немедленного типа, тут важно помнить, что когда иммунная система сталкивается с каким-то антигеном, она считает его врагом, формируется иммунный ответ и вырабатываются иммуноглобулины класса Е, которые, в общем-то, мы и пытаемся поймать с вами в лабораторных тестах. Все лабораторные тесты для определения гиперчувствительности неважно к чему, они направлены исключительно на гиперчувствительность немедленного типа. Чтобы мы дальше с вами тоже разговаривали в одном ключе. Все реакции немедленного типа называются анафилактоидными или анафилактическими. Это не есть равно анафилактический шок. Анафилактический шок – это крайнее проявление тех самых реакций. Так вот, гиперчувствительность замедленного типа. На самом деле гиперчувствительность замедленного типа тоже может проявляться как системная реакция. С единственным исключением, что это никогда не будет жизнеугрожающее состояние. Все, что случается с пациентом дома через 2-3 часа сегодня-завтра, описаны реакции вплоть до 48 часов под контакт с аллергеном, это все не жизнеугрожающая ситуация. Обычно все-таки это какие-то локальные эпизоды с покраснением, отеком, развивается так называемая реакция воспаления в месте контакта с аллергеном. Вот что я забыла сказать здесь, важный пункт. Важно помнить, что если вы действительно встретились с анафилактической реакцией на своем приеме, вы, конечно же, вызовете скорую помощь. И врачи скорой помощи будут настоятельно уговаривать пациента поехать с ними в стационар. Почему? Потому что по статистике у анафилактоидной реакции в течение суток может случаться вторая волна. И вот эту вторую волну тоже надо как-то будет купировать. И если пациент останется дома, не дай бог один, ему там никто помощь не окажет. Поэтому их всех надо, пока вы ждете скорую, точно так же мотивировать на то, чтобы они соглашались ехать в стационар. Распространенность аллергических реакций. На самом деле, опять, из того, что мы имеем здесь и сейчас, на мепе вокаин данных практически нет в литературе, потому что это не самая распространенная анестетика у нас в практике. Артикаин действительно дает низкую статистику по аллергическим реакциям. На что в нашей каркуле все-таки может быть аллергия? Если мы говорим про анестетик без вазоконстриктора, то там все просто. Там есть местная анестетика и физраствор. Но вот там, где появляется вазоконстриктор, там обязательно появляется еще кто-то из сульфитов. Это может быть метабисульфит натрия, это может быть бисульфит натрия. А среди стоматологов периодически волнообразно возникают какие-то дискуссии на тему того, что те самые консерванты, которые находятся в составе нашего местно-анестезирующего раствора, действительно тоже могут давать аллергические реакции. На самом деле, с точки зрения аллергологов, вопрос уже давно закрыт. Они говорят, что наши консерванты еще реже, чем местные анестетики, могут вызывать аллергию. Но, значит, бедный несчастный метабисульфит натрия, пищевая добавка Е223. Не знаю, за что на него так все ополчились, потому что это один из самых распространенных антиоксидантов, консервантов, стабилизаторов жидких лекарственных средств. Он есть в преднизолоне раствора, в растворе кипольфена, который антигистаминный препарат на секундочку. Очень часто встречается в пищевой промышленности, поэтому наши пациенты могут это принимать как внутрь, как с пищей, так и с лекарственными средствами. На приеме у иммунолога действительно может быть поставлен диагноз аллергии к каким-то консервантам, но надо понимать, что у нас нет тестов, которые могли бы нам точно сказать, есть ли аллергия на консерванты или нет. Вообще, почему разговор идет вокруг сульфитов? Потому что в каком-то давнем-давнем году, это конец 80-х, начало 90-х, Британские ученые провели эксперимент, в результате которого выявили, что сера, как компонент какого-то из веществ, может провоцировать обострение бронхиальной астмы, астматический статус. И действительно, если мы посмотрим на аннотацию к препаратам наших местных анестетиков, там, где есть вазоконфликтор, там обязательно есть обычная строчка с осторожностью у пациентов с бронхиальной астмой. Иммунологи на сегодняшний день в один голос все говорят, что этот эксперимент был проведен один раз, его больше никто не повторял, и на клиническом приеме никто такой закономерности на самом деле не выявляет. Но если мы все-таки сталкиваемся с пациентами с бронхиальной астмой, во-первых, они все очень приличные люди, они всегда с собой носят сальбутамол. Так вот, либо пусть этот сальбутамол они держат у себя в руках, либо пусть он будет у вас на стандологическом столике. В наших укладках тоже есть сальбутамол. И если пациент вам говорит о том, что у него действительно случаются обострения бронхиальной астмы непосредственно на стандологическом приеме, а у нас очень много триггеров в кабинете, помимо местных анестетиков, которые провоцируют то самое обострение. Так вот, две дозы сальбутамола из ингалятора на ближайший час вам эти все приступы должны купировать. Две дозы до, собственно, начала лечения. Чаще всего на самом деле это не аллергия, что касается консервантов. Это идет по пути псевдоаллергии. В чем разница? Если мы знаем, что аллергия это антиген, антитело, они соединились, осели на тучных клетках, тучные клетки начали вырабатывать гистамин. Псевдоаллергия идет немножко по другому пути. Здесь иммуноглобулинов Е никаких нет. Опять вспоминаем, что это не жизнеугрожающий путь. Смысл в чем? Смысл в том, что есть какие-то вещества, которые, достигая какого-то потолка у каждого своего в организме, какого-то предела, вот этой концентрации непосредственно сами начинают активизировать тучные клетки и тучные клетки начинают вырабатывать гистамин. Мой самый любимый пример на мандаринках. Нет истинной аллергии на цитрусовые. Есть путь псевдоаллергии. Мы съели одну мандаринку, с нами все хорошо. Мы съели 2-3-10 килограмм, 2-3 для каждого своя дозировка. Мы рано или поздно все начнем чесаться. Именно так работают гистамин-либераторы. Возвращаясь к аллергии, что же мы с вами должны поинтересоваться у пациента, который пришел на статологический прием? У меня картина мира всегда складывается примерно таким образом. Пациент уже сидит в кресле. Врач уже занес над ним шприц анестетиком. Анестетик медленно капает с иглы. И тут врач вспоминает, а аллергии есть? Так вот, спрашивать надо до. Институт иммунологии предлагает спрашивать достаточно подробно. Их интересуют, на какой препарат, через сколько началась реакция, как она проявлялась. И вот на этапе, как она проявлялась, на самом деле можно отсеять очень много пациентов с неаллергической историей. Ничего страшного. На самом деле, все мы знаем, что по пути патофизиологии требуется сенсибилизация, то есть аллергия встречается только на повторный контакт с антигеном. Так вот, даже на стоматологическом приеме мы можем провести мини-опрос. У нас есть большое количество комбинированных лекарственных препаратов, уже содержащих в своем составе местный анестетик. У пациента можно спросить, применяет ли он нужные капли Атипакс. Знаком ли он с препаратом Комистат Гель. Или, может быть, когда у него болит горло, он использует Стрепсилс Плюс. Все это содержит в себе местный анестетик, и все это так или иначе успокаивает нас, как стоматологов, что с пациентом ничего страшного в кресле не случится. У иммунологов подсмотрела еще один вопрос, они обычно спрашивают про гастроскопию. Делали ли вам когда-нибудь гастроскопию, а перед введением гастроскопа брызгали ли вам там что-то в рот? Вот это что-то в рот, это лидокаина, если пациент говорит, что да, все было хорошо, то так себе процедура, но в общем-то все было хорошо, то аллергии к местному анестетикам у него нет. Важно еще знать и помнить, что какая-то нелекарственная аллергия у пациента в анамнезе не требует специальной подготовки к стоматологическому лечению. Нас правда очень интересует, есть ли у пациента аллергия на орехи, шоколад, клубнику, кошек и пыль и что-нибудь еще, но это никак не отразится на стоматологическом приеме. Что же делать, если все-таки пациент нам рассказывает, что он в прошлый раз у стоматолога начал задыхаться, покраснел, отек, у него появился зуд. В общем и целом врачи обычно выборе отправить его в лабораторию сдать тесты или все-таки на консультацию к аллергологу. Сейчас начнется самое интересное, я вас сейчас начну расстраивать. На сегодняшний день нет ни одного валидизированного теста для определения аллергии к местным анестетикам. Все то, что на сегодняшний день предлагают лаборатории, это коммерция, она идет вперед, я за них очень рада, но эти тесты не информативны. Но на самом деле есть только три группы лекарственных препаратов, которые можно определить аллергию к ним по лабораторным тестам. Это бета-локтавные антибиотики, это хлоргексидин, это миорелаксанты. Все. Так вот. Но ничего же не останавливает наших пациентов от того, чтобы зайти в соседнюю лабораторию за углом и сдать себе тесты самостоятельно. Мне повезло, мне пациентка принесла бумажку, где написано, что у нее нет аллергии к местным анестетикам. Но ведь часто так бывает, что мы берем эту бумажку и понимаем, что судя по ней у нас аллергия на все. А у пациента нарастает тревожность, он приходит к стоматологу. У стоматолога тоже нарастает тревожность, он не может правильно интерпретировать эти результаты и понимает, что выбор-то у него в общем-то ограничен. Он аллергия на все, что есть в его тумбочке. И 30% врачей решают лечить таких пациентов без применения местного обезболивания. Честно, я бы не очень хотела получать все наши услуги на живую. Тесты инвитро. Прекрасные, классные, но не информативные. Пожалуйста, держите это в голове. Единственный момент. Мы как стоматологи не имеем права давать оценку этим тестам. Нам нужно заключение иммунолога. И здесь наступает дилемма. Когда врач-иммунолог получает такие тесты, у них юридически есть определенная загвоздка в том, чтобы написать и подписаться потом в этой бумажке свою фамилию поставить под тем, что у пациента нет аллергии, когда он уже принес лабораторные исследования. Поэтому у нас как стоматологов задача нести веру, правду и чудо и немножко подгадить тем самым лабораториям, не отправлять их туда. И объяснять пациентам все то, что они сдали в лаборатории, к сожалению, не имеет на сегодняшний день никакой медицинской силы. Единственный тест, который на сегодняшний день дает надежду на прекрасное будущее лабораторных исследований, это тест активации базофилов. Flowcast test. Но надо признаться, что он до сих пор тоже не валидизирован. И у меня есть определенные сомнения по поводу того, что валидизирован он будет. Там тоже есть определенные сложности. Так вот, когда же нужен аллерголог? Аллерголог нужен тогда, когда к вам пришел пациент и рассказывает страшное про отек, покраснение, затрудненное дыхание или резкую падение артериального давления на клиническом приеме. Значит, у анафилактического шока, если мы говорим конкретно про шок, как крайнюю степень анафилоксии, моносимптомом действительно может быть изменение гемодинамики. Считается, что при падении артериального давления ниже 90 единиц миллиметров ртутного столба, если мы говорим про систолическое давление, и вот это ниже 90, это меньше чем 30% от исходного, то здесь важно, что мы должны померить давление до, чтобы знать, что было исходно, потому что, например, я иногда обладаю систолическим давлением в районе 85, и я, в принципе, хожу своими ногами. Но это не значит, что у меня анафилактический шок. Я своими ногами пришла уже с таким исходным. Задача аллерголога. Задача аллерголога в данном случае является как раз отличить аллергию от неаллергии и дать разрешение стоматологу использовать лекарственные препараты. Обычно аллергологи прям так и пишут, разрешаю использовать для местной анестезии артикаин, мебивокаин, ну и еще что-нибудь, что они там вспомнят из курса фармакологии. Тесты инвива. Значит, теперь иммунологическая часть решения проблемы. Когда иммуномок сам сомневается и подозревает аллергию у наших пациентов, он проводит тесты инвива. Тесты инвива – это, в общем-то, вколоть, посмотреть и увидеть, есть аллергия или нет. Это провокационные тесты. Они делаются только на базе стационара. Если у иммунолога действительно подозрение, обычно это делается уже с катетеризированной веной у пациента, и анестезиолог-реаниматолог стоит рядом. Полоскательный тест на сегодняшний день практически не проводится. Провокационный подъязычный тест заменили на ПРИК. Ну и, в общем-то, основным критерием – это внутривенное введение 1 мл раствора, на который проверяется пациент, внутримышечно. Если это местная анестетика, то местная анестетика вкалывается без вазоконстриктора. Так, я секундочку, я просто должна понимать. У меня есть, по-моему, 5 минут. Сейчас быстро. Значит, с чем обычно на клиническом приеме стоматолог может спутать анафилактическую реакцию? Это системная токсическая реакция. На самом деле все достаточно примитивно. Очень похожие симптомы, за исключением одной лакмусовой бумажки в виде тоникоклонических судорог. К сожалению, при системной токсической реакции тоникоклонические судороги бывают не всегда. Но если вы видите тремор у пациента, это значит, что вы переборщили с анестетиком. Вы либо его ввели реально много, либо вы попали внутрисосудистых. Поэтому я очень вас прошу, помнить про максимально допустимые дозы на стоматологическом приеме местных анестетиков. Проводить аспирационную пробу и контролировать скорость введения. Если мы будем контролировать скорость введения 1 мл в минуту, это медленно. Я знаю, это медленно и мучительно и для вас, и для пациента. Но именно скорость введения убережет вас от того, что вы не одним махом вывели целую карпулу, а потом разгреваете симптомы, а вы заранее заметили, что с пациентом что-то пошло не так. Я знаю, что невозможно контролировать зрачок и точку вкола одномоментно. Но у нас всегда вроде бы как в помощниках есть ассистенты, и вот их можно иногда попросить, тоже посматривать на пациента. Они закрывают глаза. Да, но с пациентом опять можно договориться, что он вам будет подавать какие-то сигналы, если вдруг что-то пойдет не так. Они у нас все очень стеснительные. Они боятся нам говорить, что что-то пойдет не так, потому что доктор всегда ругается. У него там либо бор сейчас язык порежет, либо игла куда-нибудь не туда воткнется. Поэтому с пациентами просто надо договориться. Значит, для интересующихся особо протокол липидное спасение – это то, что купирует системную токсическую реакцию в стоматологии. Все предельно просто, надо просто ввести интралипид. Протокол с 2016 года входит в наши анестезиологические пособия, зарегистрированные на территории Российской Федерации. Это все доступно, это все достаточно просто. С этим надо только познакомиться. Значит, здесь просто в качестве размышления, как пациенты описывают свою аллергическую реакцию. Заболела голова, появилась одышка, покраснело лицо, головокружение. Это все они принимают за аллергию. Поэтому чуть подробнее расспрашивайте пациентов, когда они к вам приходят и с порога заявляют, у меня аллергия на адреналин. И еще один момент, на котором бы я хотела остановиться, это пациенты с какой-то другой аллергической реакцией в остром периоде. У нас есть… у нас стоматологических рекомендаций не было до того, пока мы не защитились. Они были у иммунологов. Значит, в рекомендациях аллергологов написано, что если у пациента какая-то аллергическая реакция в остром периоде, никакие инвазивные вмешательства ему проводить нельзя. Плановые инвазивные вмешательства. Наша анестезия тоже является инвазивным вмешательством. Но если к нам пришел… поэтому мы пациента отправляем либо купировать его аллергию к аллергологу, если это сезонный поленос, то дождаться пока поленос стихнет, симптомы пройдут и тогда он приходит к нам на лечение. Если это неотложная ситуация, нам надо экстренно и неотложно полечить пациенту зуб, у него острая боль, то нам нужна премедикация. Используется либо супрастин, либо клемастовигил внутримышечно, либо дексамидазон, либо преднизолом в одной ампуле. Да, с точки зрения иммунологии, это слонодробина, если мы говорим про возможность развития анафилактической реакции, но это те рекомендации, которые Минздравом одобрены, которые прописаны в руководствах действия. Это полная сводная таблица по тому, что же нам делать с пациентами, у которых аллергия на местные анестетики и аллергия в остром периоде. Значит, если у нас вдруг, не дай бог, приходит заключение от аллерголога о том, что у него аллергия на все, к сожалению, этот пациент идет в наркоз. У нас нет никаких других вариантов его полечить. И еще один очень важный момент, это то, что на самом деле большинство осложнений от местного обезболивания к аллергии не имеют никакого отношения. И нам правда очень важно собирать анамнез, проводить контентный анализ того, что пациент принимает здесь и сейчас, и как это может взаимодействовать с местным анестетиком, и в частности с вазоконстриктором в нашей карпуле, оценивать его функциональное состояние измерения артериального давления до стоматологического приема. Это правда важно. Я вам признаюсь, я по основной своей специальности, я врач-ортодонт, у нас в клинике даже меня заставляют мерить давление всем пациентам перед ортодонтическим приемом. У нас этот протокол введен уже на протяжении последних 5 лет в клинической практике. Да, я тоже всем пациентам мерю артериальное давление. Но правда с поправкой на то, что взрослым пациентам, подростков мы все-таки немножко бережем от этой истории. Значит, определение возможности лечения. Здесь надо понять, мы действительно можем лечить пациента амбулаторно или все-таки нам нужно стационарное лечение. Можно пользоваться американской классификацией анестезиологов ASA. Там все достаточно просто. Они классифицируют всех пациентов на 5 классов и в зависимости от этого проводят лечение амбулаторно или стационарно. Коррекция тревожности. Те самые нескончаемые психогенные реакции на наших стоматологических приемах. Так вот, тут тоже психокоррекция очень сильно помогает. Мне нравится вариант с мягкими тактильными игрушками на приеме. Они очень прекрасно убирают стрессовый фактор даже у самых сложных пациентов. Не обязательно фармакотерапия, даже не обязательно психотерапия. Мягкая тактильная игрушка, отличный выбор. Действительно, у нас выбора не так много. У нас есть артикаин либо с вазоконстриктором 1 на 100 тысяч, либо 1 на 200 тысяч. 1 на 200 предпочтительнее, потому что меньше концентрация вазоконстриктора. А эффект примерно такой же. И мониторирование. Но в минимальном стоматологическом приеме это пульсоксиметр. Закончить я хочу тем, что ни одно количество информации из нас стоматологов и иммунологов не сделает. Поэтому дружить нам с этими врачами все равно надо. Так или иначе. Ну и спасибо вам большое за внимание. Я была очень рада с вами пообщаться. Если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы, мне можно написать на электронную почту. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Спасибо.